У нас здесь процесс уже подходит к своему логическому завершению. Добиваем последний гвоздик, последние штрихи. Дежурный дедушка сегодня построил на ваших глазах, что это лавочка. Куда она пойдет? Это пойдет, опять же, вруев ручей к зверятам. Прошу обратить внимание, что такую лавочку можно сделать из горбылей, из самого дешевого материала, для дачи. Побольше чурочки, большие досочки, и получится неплохая скамеечка. Для себя и для гостей. Для себя и для гостей. Мы хотим еще раз напомнить тем, кто только к нам присоединился. Проект Дежурный дедушка приглашает к себе всех желающих, которые могут помочь здесь построить какие-то разные объекты из дерева и металла, которые мы чуть позже вам покажем. Но не только помочь физическим трудом, но еще и материалами. Вот какие материалы мы принимаем? То есть мы принимаем отходы любые. Любые отходы. Все, что вы считаете лишним, в гараже, где-то во дворе, на даче, все несем сюда. В Авилово, 21 адрес. Это касается дерева. Также по металлу. А металл мы увидим чуть-чуть попозже. Вот металл мы тоже принимаем и покажем, что из него можно делать. Но чтобы вы понимали, какие здесь масштабы проекта Дежурный дедушка, мы вам показываем вот эти прекрасные станки, которые уже готовы к своей работе. На них могут работать как взрослые, так и дети. Да? Ну, дети ограничены, конечно. Ну, дети, да. Здесь все под присмотром взрослых, конечно. Ну, и понятное дело, что материалы, которые уже собраны добрыми людьми, здесь на Вавилово, 21, они тоже ждут уже своего часа и того, когда они все-таки пустятся в работу. Вот можно сделать прекрасные скворечники. И вообще здесь все, что можно сделать, своими руками можно унести. Либо к себе домой, либо оставить кому-то в подарок. Вот такие домики ребятишки уже сделали, они в Роевом ручье. Много-много таких разных домиков. То есть, если вы хотите вырастить из своих, не только мальчиков, но и девочек, таких рукастых детей, скажем так, то, пожалуйста, Дежурный дедушка научит всех. Сам, конечно, будет руководить процессом, но и под вашим руководством будет все, ну, такое вот прям качественное и красивое, обещает нам дядя Женя. Ну что, а далее мы вам покажем, что можно сделать из металла и вообще, что здесь еще есть интересного в мастерской. Коллеги, вам слово. Продолжение следует...